МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. Как исполняются в Чувашии государственные и муниципальные контракты? Все ли условия соблюдаются подрядчиками? Много ли претензий к качеству и срокам работ? Выясняли на совещании глава Чувашии и правительства республики. Обсудили результаты мониторинга цен на лекарства. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Еженедельное совещание началось с минуты молчания в памяти о жертвах самой крупной в истории российской авиации катастрофы, которая произошла в субботу на Синайском полуострове. Минэкономразвитие Чувашии проанализировало выполнение государственных контрактов за последние три года. Заключено более 19 тысяч контрактов на общую сумму около 8 миллиардов рублей. Практически все исполняются в срок и с надлежащим качеством. Претензии приходится предъявлять в 0,3% случаев. Если говорить о досудебной претензионной работе, то с целью принятия мер к недобросовестным поставщикам, исполнителям, подрядчикам и госзаказчикам по контрактам, заключенным с 2013 года по 9 месяцев этого года, выставлены к уплате неустойки в размере 8,9 миллионов рублей. Из них уплачено в бюджет в добровольном порядке 4,7 миллиона рублей. Одна из мер воздействия в договоре прописывается пункт об удержании суммы пений и штрафов при окончательном расчете с исполнителем контракта. Вероятность, что недобросовестный заказчик компенсирует вред, причиненный своими действиями или наоборот бездействием, в этом случае достаточно высока. Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание, хотя количество неисполненных или исполненных с нарушениями контрактов невелико, всего 46 из 19 тысяч, в рублях это ущерб свыше 300 миллионов. Михаил Игнатьев также отметил, недостаточно жестко ведется работа с нарушителями контракта. Разговор с заказчиками, которые не обращаются в суды для взыскания неустойки, будет предметный. В каждом министерстве, у каждого государственного заказчика, у муниципального заказчика есть бухгалтеря, есть экономисты, есть юридические службы, по крайней мере. Надо тщательным образом смотреть, оценивать. Иван Борисович, давайте вы со своей стороны посмотрите. Если на самом деле ситуация в конце года не изменится, мы по итогам года в первом квартале будем рассматривать на совете по коррупции с участием правоохранительных органов, прокурора республики и будем смотреть. И объективно, когда это один вопрос, когда мы недорабатываем или специально создаем такие условия для того, чтобы со стороны подрядчиков неустойка не выплачивалась, там очень много вопросов будет подниматься. Руководитель Минздрава Алла Самойлова доложила, цены на препараты из списка жизненно необходимых и препараты топ-10 по сравнению с началом года существенно не изменились. В среднем повышение составляет в клиническом сегменте 4,7%, в амулаторном 8,3%. По сравнению с январем 2015 года наибольшее повышение розничных цен зафиксировано в ценовой категории до 50 рублей. То есть это так называемые, можно сказать, дешевые препараты. Для сравнения в категории от 50 до 500 рублей повышение составило почти 8%. И в наиболее дорогих препаратах, то есть свыше 500 рублей, рост зафиксирован на 3,4%. Величина розничной торговой надбавки на сопоставляемые препараты в республике составляет 23,2%. По России этот показатель 24,5%. На совещании вручили государственные награды и благодарности тем, кто принял наиболее активное участие в подготовке и проведении 70-летия Великой Победы. Медаль Ордена за заслуги перед Чувашией получил министр внутренних дел Сергей Семенов. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Благополучие общества напрямую зависят от его безопасности. Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб Чувашской республики в преддверии Дня народного единства обсудили средства предосторожности и меры обеспечения безопасности. В республике общественная политическая обстановка стабильно-спокойная, но это не повод расслабляться. Несмотря на то, что Чуваши находятся далеко от зон конфликтов, это не значит, что жители республики находятся под стопроцентной защитой. Обеспечение безопасности общественного правопорядка было и остается нашей первоочередной задачей, подчеркнул глава Чуваши Михаил Игнатьев. На заседании обсудили вопросы взаимодействия всех ведомств во время культурно-массовых мероприятий, запланированных на День народного единства. Известный телеведущий, народный артист России Леонид Якубович в очередной раз прибыл в Чувашию. С ним встретился глава республики Михаил Игнатьев. Михаил Игнатьев пригласил известного телеведущего на Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашской республики, который пройдет 11-12 декабря в Ледовом дворце Чебоксара-арена. В 2015 году все-таки Бразилия состоится. И этот вид спорта среди женщин включен для первоолимпийских вид спорта. Всего от нашей республики 16 девушек включены в сборную команды Российской Федерации. Леонид Якубович пообещал, изучит свой плотный график и если будет время, обязательно приедет. Бывать здесь, признался артист, для него в удовольствие. И вообще такой добродушный, такой милый народ, такой гостеприимный. Спасибо. Душа радуется. Телеведущий отметил и столицу Чувашии. Хотя времени на прогулку по Чебоксарам бывает очень мало, Леонид Якубович успел заметить красоту и чистоту нашего города. Другое крупное спортивное событие, которое в скором времени пройдет в Чувашии, всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова, Михаил Игнатьев обсудил с его организатором. Мы, Михаил Игнатьевич, собираемся снова. 18 декабря уже 11 раз приехать с турниром, с гостями, с почетами, вас тоже приглашаем. И олимпийские чемпионы, и герои говорят, что вот в Чувашии все поставлено правильно. И приоритеты расставлены правильно. Поэтому и с молодежью у нас, по-моему, вот благодаря вашим усилиям правильно, хорошая работа ведется. Руководитель региона отметил, действительно, в регионе стало меньше тех, кто курит и употребляет наркотики. И это в том числе благодаря развитию сети спортивных учреждений и проведению соревнований. В минувшую пятницу в Чувашии чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Чебоксарах праздник для аграриев в этом году решили провести на арене столичного ледового дворца. Сюда приехали гости со всех районов республики. Тем продолжит Дмитрий Ковалев. Настолько масштабно день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Чувашии не отмечали никогда. Фойе ледового дворца, свои экспозиции развернули многие предприятия агроотрасли. Презентация новых товаров, дегустация мясных деликатесов и сыра. У стендов выстраивались очереди. Ну, газовики, газпром все забирают по полной программе. Здесь практически реализация есть в наших магазинах. Но объемы нужны намного больше. Сыры востребованы. И Замбайский, и Шелдуни, и Адыгейский. Муниципалитеты республики удивляли гостей национальными танцами и песнями. У каждого стенда своя концертная площадка. Мы ежегодно, вот своей подругой, специалистом, которые вместе работали в управлении сельскохозяйства, ежегодно стараемся, если состояние здоровья позволяет, приезжать в Чебоксары. Очень-очень понравился, все хорошо организовано, стенды хорошие. Народу много и интерес большой у всех. Особенно выставка понравилась. Свои достижения сельхозпредприятия республики выставили на показ. Аграрии признаются, год был непростой. Но несмотря на капризы погоды, многим удалось собрать хороший урожай. Все планы выполнены, есть на столе каравай, полны корма зерном. Народ сегодня гуляет, празднует свой заслуженный праздник. Для аграриев республики привезли хорошие новости представители федерального минсельхоза. На следующий год в ведомстве готовят новые формы поддержки молочного животноводства. Мы увеличиваем размер грантовой поддержки на создание семейно-животноводческих ферм. Есть очень хорошие поручения президента по борьбе с фальсификатом, по новым правилам маркировки продуктов, изготовленных с использованием молочных ингредиентов. Это существенно расширит емкость молочного рынка и освободит молочную полку для молочных продуктов. В Министерстве сельского хозяйства страны уверены, что такие меры будут стимулировать аграриев на создание новых молочных ферм. Наша задача, мы над этим думаем, мы это обязательно сделаем, разработать механизмы, которые бы заинтересовывали предприятия перерабатывающей промышленности, быть инвесторами в развитии собственных сырьевых зон. Я думаю, что комплекс этих всех мер все-таки создаст в России и в Чувашии в особенности условия для достаточно радикального изменения состояния развития малышного животноводства. Заниматься агробизнесом становится выгодно с каждым годом, отметил глава республики. Михаил Игнатьев призвал аграриев региона не снижать оборотов, а напротив, наращивать темпы. Сегодня, с учетом того, что отдельные страны предъявили санкции Российской Федерации, для нас появились дополнительные возможности, и грех нам, если мы не воспользуемся этими возможностями. Сегодня селяне знают, что произвести, как произвести. Наша задача найти еще больше предприимчивых предпринимателей, чтобы они занялись этим любимым делом. В сельское хозяйство начала активно приходить и молодежь. Профессии, связанные с АПК, всегда будут актуальны, и поэтому я уверена, что после окончания вуза я поступлю на хорошую работу и буду хорошо зарабатывать. В этот раз они собирают урожай наград. Перед векам отрасли на праздники работников сельского хозяйства вручили благодарности и дипломы. По традиции, именно здесь подвели итоги конкурсов среди муниципалитетов, предприятий и хозяйств. Медрик Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. 90% произведенного хмеля в России приходится на Чувашию. По сравнению с прошлым годом урожайность увеличилась в 1,7 раза. Наши хмелеводы собрали около 180 тонн. Но, несмотря на положительную динамику, хозяйство ежедневно сталкивается с проблемами в отрасли, что мешает хмелю приносить прибыль. Обсудили за кругом столом в рамках Дня работника сельского хозяйства. Для Чувашской Республики развитие хмелеводства – экономически значимая программа развития сельского хозяйства. В прошлом году из республиканского и федерального бюджетов на закладку и уход за хмельниками было выплачено более 800 тысяч рублей. Но все эти средства получают в качестве субсидий производители, а не переработчики. В результате продукты и его переработки на рынках России появляются в основном из-за рубежа. Сложное положение в республике складывается и с обеспечением хмелепроизводителей спецтехникой. Из 13 комбайнов в рабочем состоянии только 7, из 9 хмелесушилок – 6, а средний возраст оборудования – более 30 лет. Если в начале 90-х годов прошлого века в России производили 7 тысяч тонн хмеля, в Чувашской Республике – 3 тысячи тонн хмеля. Это вместе с Украиной раньше было. Значит, сегодня мы производим только 300 тонн хмеля, максимально 300 тонн. Это большое было бы подспорье для наших крестьян, для наших коллективных хозяйств. Они бы могли зарабатывать приличные деньги. Республика могла бы сегодня ежегодно пополнять свой бюджет в пределах 3 миллиардов рублей. В то же время отрасль не стоит на месте. Постоянно совершенствуются технологии переработки хмеля. Развитие невозможно без расширения мощностей. И это требует значительных финансовых затрат. В текущем году на государственную поддержку хмелеводства предусмотрено около 6 миллионов рублей на закладку и уход за многолетними насаждениями. При условии успешной реализации хмеля часть затрат возместят и из республиканского бюджета. На эти цели заложено 2,5 миллиона рублей. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. За круглым столом обсуждали и развитие животноводства. Еще в непростых 90-х Россия превратилась в крупнейшего в мире импортера мяса. С тех пор кардинальная ситуация не менялась. Однако с момента обведения продовольственных санкций ввод с мясной продукции существенно сократился. И большую часть компенсировали наши российские производители. Санкции против нашей страны начались с санкцией банковских. То есть крупнейшие банки были лишены иностранных кредитов. И наша экономика по разным подсчетам приблизительно не получила 170 миллиардов долларов. Ну и естественно, наше государство было вынуждено сменить ориентиры, повернуться к АПК лицом и искать возможности материальной помощи для АПК. Так, производителям молочной продукции это направление стало приоритетным в аграрной политике государства. В следующем году обещают увеличить компенсации затрат на строительство животноводческих объектов. Такие меры могут повысить привлекательность молочного животноводства, отметил директор департамента животноводства и полименного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов. За 9 месяцев этого года производство молока в стране увеличилось на 2%, а тенденцию нужно закрепить. Чувашия, традиционно аграрный регион на уровне субъектов ПФО выглядит достойно. За 9 месяцев текущего года производство мяса на 100 гектарах сельхоза в годе составило 7,7 тонн, это третье место ПФО, молока 33,5 тонн, это второе место ПФО. Впрочем, чтобы накормить население, только произвести продукт недостаточно, тут на сцену выходит извечный конфликт переработчиков, производителей и продавцов. Чтобы попасть в крупную федеральную сеть, отдавать продукт приходится по низким ценам. Чтобы наши закваски при получении нормального продукта работали, мы получаем высшего сока молока 25 рублей. Но, посмотрите, 29 мы им отдаем, минус, ратор-бонус 10%, минусу, и еще минус 10% НДС. На чем должен остаться заработок и как зарабатывать? Сколько я проводил совещания, встреч, всегда возникали вопросы, кто с кого снимает сливки. Я так понимаю, сейчас в торговле снимают сливки, да, с переработчика. Государственное регулирование цен здесь не поможет. Подобные меры всегда приводят к обратному эффекту, дефициту товара, заметил Владимир Лабинов. Для переработчиков куда выгоднее и самим производить сырье. Такой опыт, кстати, весьма успешный, в Чуваше уже есть. Меры господдержки будут направлены в том числе и на то, чтобы его развить. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. С 1975 года на Чебоксарском заводе промышленных тракторов запустили производство легендарного тяжелого 330-го. Преимущественное отличие трактора – переднее расположение кабины, что значительно облегчило работу водителя. В честь юбилейной даты во Дворце культуры трактора строителей прошел праздничный концерт. Среди собравшихся в зале уже не осталось современников Т-330. За четыре десятка лет сменилось целое поколение не только рабочих, но и машин. Сейчас концерн-тракторные заводы выпускают совершенно новые современные модели. Инженеры, конструкторы, дизайнеры, сборщики – сотни людей несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет проектируют тяжеловесов. Но повторить триумф промышленного бульдозера разрыхлителя не удалось. Высокая конкуренция, нестабильная экономическая ситуация, а взаимные санкции сказываются на уровне производительности. Но даже в таких условиях концерн продолжает развиваться. По нашим прогнозам, расчетам, в начале следующего года или в конце этого года появятся оборотные средства. И те машины, которые на сегодняшний день должны быть на рынке, они появятся. Создание новых машин невозможно без нестандартного подхода, ярких идей и умелых рук. Заслуженным работникам промышленности вручили почетные награды. Возможно, в скором времени благодаря именно этим людям начнется выпуск нового трактора, который сможет стать легендой тяжелой промышленности. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Это все новости к этому часу. Итоги первого рабочего дня недели в вечернем выпуске программы «Республика». Оставайтесь с нами.